Всем привет! С вами ваш личный фитнес тренер Артем. И сегодня мы будем делать замечательную жиросжигающую тренировку при помощи вот такого вот классного тренажера, который, я думаю, знакомый всем с детства. Это, конечно же, скакалка. У кого нет дома скакалки, ничего страшного, прыгайте без скакалки. Упражнения все очень простые. Я думаю, будет очень весело. Итак, все, что вам нужно делать, включайте это видео, делайте все упражнения вместе со мной. Итак, поехали! Итак, взяли в руки скакалку, на голову надели бандану, чтобы волосы не лезли в глаза, и готовимся делать этот замечательный комплекс упражнений на жиросжигание. Так, у кого нету скакалки, можем прыгать без скакалки. Эффект будет примерно тот же. Главное, прыгайте интенсивно. Так, будем прыгать одну минуту с перерывом 20 секунд. Делаем разные упражнения. Замечательно. Так, готовимся. Три, два, один. Начинаем мы с обычных прыжков на скакалке. Прыгаем одну минуту. Отлично. Напоминаю вам, что когда прыгаем на скакалке, локти должны быть как можно ближе к туловищу. Работаем кистями. Молодцы. Прыгайте в своем ритме. Каждый делает по возможности. Молодцы. Хорошо. Прыгаем. Сегодня хороший день. Правда, прохладно. Правда, немного дождливо. Но нормально. Это не помешает заниматься фитнесом. Молодцы. Хорошо. Ноги вместе. Прыгаем. Отпружиниваем от пола. В конце этого видео я вам расскажу, как можно прыгать на скакалке бесшумно, если вы делаете это дома. Отлично. Отдыхаем. 20 секунд. И будем менять тип прыжков. Следующие прыжки у нас будут это ножнички. Значит, будем прыгать ноги вперед. Замечательное упражнение. Укрепляет бедра. Делает фигуру более стройной и подтянутой. Так. Ножнички. Как видите, ноги уходят вперед. Молодцы. Давайте, давайте. Прыгаем одну минуту. На носочках пружиним. Отлично. Так. Не сбиваемся. Если сбились, ничего страшного. Просто продолжаем прыгать. Вообще, скакалка дает такой омолаживающий эффект для организма. Просто замечательное упражнение. Молодцы. Давайте, давайте. Шикарно. Кончили. Отдыхаем 20 секунд. Сделаем глубокий вдох, выдох. Молодцы. Хорошо прыгаем. Каждый прыгает по своим возможностям. Сейчас будем прыгать. Ноги вместе, ноги в рост. Так. Замечательно. Поехали. Ноги вместе, ноги в рост. Широко, узко. Отлично. Это замечательное упражнение для внутренней и внешней поверхности бедра. Вообще, скакалка – это просто замечательный тренажер. Молодцы. Хорошо. Чувствуем нагрузку. Вы можете добавить этот комплекс упражнений в моей недельной программе тренировок. Обязательно ссылку оставлю в описании. Замечательная программа. Отлично. Отдыхаем. Хорошо. Хорошо идем. Это еще упражнение. Будет прыжки с высоким поднятием колена. Делаем как бег на месте. Будет очень хороший темп упражнений. Так. Поехали. Прыгаем. Молодцы. Это упражнение, конечно, свинчивает темп. Замечательно. Хорошо. выдох не забываем про выдох лично хороший темп замечательно делаем перерыв следующие прыжки вы прыжки захлёстом лично глубокий вдох выдох цель поехали стараемся дотронуться пяткой до клопы лично хорошо отлично молодцы давайте давайте дыхание лично осталось еще два упражнения и советую делать более длительный перерыв кому нужен перерыв подольше ставьте видео на паузу мы отдыхаем 20 секунд у молодцы те еще упражнение будет называется прогулка это очень хорошее упражнение на координацию пятка носочек пятка носочек пятка носочек нога вперед назад вперед назад вперед назад лично это более такой умеренный темп чисто на координацию и баланс лично молодцы замечательно такой прогулочный шаг можно сказать лично отдыхаем и будет последний заход будем прыгать ноги вместе прыгаем из стороны в сторону отличное упражнение для бюджет отдыхаем отлично отлично прыгаем из стороны в сторону замечательное упражнение для бюджет так и то звуки в кустах это Kraft вот В Вьетнаме надо поосторожней, в кустах может быть что угодно. Отлично, хорошо прыгаем. Замечательно, молодцы. Вот мы и закончили этот классный 7-минутный комплекс упражнений для скакалки. Мы прыгали ровно 7 минут чистого времени, не считая перерыва. Так, отдыхаем. И как я вам обещал, сейчас я покажу, как прыгать дома бесшумно на скакалке. Я делаю это очень часто, соседи не жаловались. Так, а чего же происходит шум в квартире, когда вы прыгаете на скакалке? Что скакалка бьет по полу. Делаем скакалку короче. Конечно, так прыгать намного труднее. Сделали ее короче. И прыгаем таким образом, чтобы скакалка не дотрагивалась до пола. Как видите, это возможно. Конечно, намного тяжелее. И советую, конечно же, прыгать на ковре. Тем самым вибрации погасятся полностью. Прыгаем на носочках, мягко. Замечательно. Не бьем скакалкой по полу. То есть не делаем вот такие вот движения. А прыгаем. Руки можно поднять чуть выше. И, как видите, скакалка не дотрагивается до пола. Супер. Я думаю, у вас все получится. Молодцы. Если у кого нет скакалки, ничего страшного. Прыгайте без скакалки, имитируя движение со скакалкой. Итак, я надеюсь, вам понравился сегодняшний комплекс упражнений. Помните, что скакалка делает ваш организм моложе. Ученые это, кстати говоря, доказали. Чем больше вы двигаетесь, тем больше ваше тело подвижно, тем оно моложе. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артем. Подписывайтесь на мой канал Артемову Фитнес. Оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Будьте здоровы. Всем пока.